Тезис, заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» – это великий тезис, великолепный, но он является катастрофическим и смертельно опасным, если он не используется вторым. Сначала нужно говорить «Возлюби Бога превыше всего», осознать, что главный конкурент к Богу – это любимый человек, любовь к этому миру, и вот осознать, что главные враги человека – домашние его, и вот только после этого говорить о том, что нужно возлюбить ближнего, как самого себя, и себя возлюбить после того, как поймешь, что любовь к себе – это тоже самая большая опасность. Любовь к себе – это дьяволизм, любовь к ближнему – это вроде бы святое, но это тот же дьяволизм, только в другом аспекте, потому что дьявол – это идея, дьяволизм – это идея утраты любви и стремления к Богу. Поэтому тезис «Возлюби ближнего, как самого себя», когда он выходит на первое место, он превращается в дьяволизм. Так вот, если есть понятие страсти, да, и человек понимает, страстный, привязчивый человек – это, естественно, агрессивный человек, он будет болеть, он будет убивать, и все вроде бы понятно. Да, страсть – это плохо. Нужно избавляться от страстей покаянием, постом, молитвой, отрешенностью и так далее. Но страсть – это плохо. А любовь к ближнему, о том, что это плохо, кто-то говорит, никто и никогда, кроме Христа. Его последователи намертво утратили понимание этого. Так вот, любовь к ближнему, она рождает привязанность к этому миру, если забываешь о Боге, если она выходит на первый план. А мы привыкли говорить, что возлюби ближнего, как самого себя – это главный, так сказать, смысл поведения человека. Кстати, в иудаизме так тоже говорится. Смысл Торы – возлюби ближнего, как самого себя. Относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. То же самое. Божественная логика начинает выходить на первый план в виде любви к ближнему, а божественная незаметно начинает таять и уходить. И тогда любовь к ближнему превращается в источник страсти, в источник страданий и привязанности. А потом – в болезни и смерти. И что получается? Получается по факту, что религия, которая должна нас вести к Богу и освобождать, спасать нашу душу, ведет нас от Бога и невольно способствует истреблению нашей души. Так вот, смысл жизни человека – идти к Богу, объединяться с Ним и уподобляться Ему. Это то, что говорил Христос. И главной опасностью является утрата любви и желание объединиться с Богом, когда человек начинает объединяться с собой или с другим. Значит, главная опасность для человека – это любовь к ближнему. И об этом тоже говорил Христос. Нужно любить ближнего, нужно заботиться о Нем, но при этом нужно знать, что любовь к ближнему является одной из главных опасностей для человека, для его души. Очень высокий риск утратить любовь к Богу.